Добрый день! С вами Виктория Диденко и её цветы. Знакомьтесь, перед вами клементин, по-другому испанский мандарин. Вот такое красивое деревце, выросло где-то в течение 4 лет. Выросло оно просто из черенка. А черенок я получила очень интересным способом. Просто взяла в супермаркете. Какой-то год, где-то в ноябре месяце, в супермаркет завезли большое количество этих клементинов. И что самое интересное, большая часть плодов были прямо вот так вот с этими веточками клементинов. Они были достаточно свеженькие. То есть буквально их привезли откуда-то из Европы. Ну с Испании, судя по всему, раз это испанские мандарины. Их привезли, и они в очень хорошем состоянии, с хорошим тургором. Прямо находились на плодах. Эти черенки, которые я взяла, благополучно у меня получилось укоренить два черенка. Но в процессе одно растение у меня погибло по моей вине. Я его просто засушила летом. Там мало было очень питания. Земли было мало в горшке. Поэтому я его просто засушила. Вот. А одно растение посадили в глинистый достаточно грунт. Вот. Видите, какой глина сплошная. И отправили жить на дачу. Ну зимой, естественно, на зиму мы его прячем, это растение. И вот такая вот красота выросла. Из укорененного черенка, не прививка. Выросла за вот эти 4 года. Вот такой вот уже отсвечивает чуть-чуть. Вот такой вот стволик у него уже сформировался. Красивое пушистое растение. Очень активно цвело зимой. Но так как было достаточно прохладно тут на даче и плохо поливали растения, не смотрели. Поэтому посбрасывал он. Посбрасывал свои цветы. Опять вот хорошо, обильно цвел. Уже не помню, весной или ближе к лету. И вот, наконец-то, мы видим плоды. Плодов много. Весь куст облеплен плодами. Сейчас я покручу растение, чтобы вы увидели. Вот, видите? Вот такие вот мандаринки. Единственная беда, это щитовка. А получается, мы ее не травим. Почему? Потому что хочется попробовать эти мандаринчики. Как бы не сильно хочется потом кушать отравленные плоды. Поэтому решили не травить. Решили уже вырастить, если получится, если они успеют вытреть. Вот, потому что тут зимой достаточно прохладно в доме. Ну, очень много плодов. Видите, все облеплено. 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 Ну, тут я хотела просто в этом видео показать, если у вас будет возможность где-то увидеть черенки на плодах, пытайтесь пробовать. У меня знакомая не укореняет их, а прививает. У нее очень удачно получается. Так что, у кого рука набита с прививкой, у кого есть подвои, обязательно пробуйте, все получится. Вот такой вот клементинчик. О моем опыте подробно. Я про него писала статью в свое время. Можно прочитать будет на нашем сайте пестик нет, заметки цветовода. Там как раз есть задокументированная статья по поводу укоренения моего клементинчика. На этом буду заканчивать. Всем пока и всем хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok